Всем привет! Настало время годного контента на ютубе, а впрочем, ничего нового. И сегодня я буду отвечать на ваши достаточно провокационные вопросы. Это раз, и два, делать макияж так, как я сейчас его делаю. Я хочу сделать это видео максимально chill, максимально, знаете, такое, чтобы у тебя было ощущение, как будто мы правда с тобой где-то вместе просто сидим и общаемся. По традиции, прежде чем мы начнем, обязательно подписывайся на мой канал, тык, и включай себе уведомление в публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. А мы начинаем! Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Короче, вопросы. Начнем прям-таки с чего-то лютого. Была ли я влюблена в учителя, потому что это актуально? На самом деле я никогда, абсолютно никогда не влюблялась в учителей. Даже не влюблялась в учителей танцев, в художественной школе и т.п. и т.д. Хотя я знаю огромное количество девочек, которые действительно в кого-то из них влюблялись и пытались что-то строить, какие-то отношения. Я помню одну девочку, ей очень нравился препод, у них была разница в возрасте, ну, наверное, лет 20. Я, кстати, абсолютно нормально отношусь к любой разнице в возрасте в обе стороны, то есть там, когда мужчина старше, когда женщина старше, это абсолютно без разницы. То есть главное, чтобы люди, да, любили друг друга, что им было вместе комфортно, а все остальное это всего лишь какие-то условности и детали. Так вот, проблема в том, что ей на тот момент было, наверное, лет 14 или 15, но не больше этого, а мужик, в который она была влюблена, ему было за 35. Ну так, немножечко, понимаете, да, разница? И все осложнялось тем, что мало того, что этот мужик был за 35, такой-то у мужика была девочка. Кстати, она тоже была или студенткой, или школьницей, я просто не помню в деталях эту историю. Вот, и ей, типа, было лет 18. Эта девочка как раз-таки перестала общаться, которая была влюблена в этого дядьку, потому что просто не могла слышать тот булшет, так она постоянно пыталась каких-то своих друзей сагитировать на то, чтобы приехать к этому мужику и банально шляться там рядом с его домом, и это было ужасно. Это была очень странная какая-то влюбленность, и она у нее продлилась, насколько я помню, год, может быть, больше, просто типа мы там перестали общаться, и это был ужасный кринж, потому что этот мужик, в конце концов, он понял, конечно, что за ним бегает эта школьница, и вот здесь самый пипец, потому что он как бы начал отвечать ей на ее знаки внимания. Я не знаю, что у них там в дальнейшем произошло, но я абсолютно точно знаю, что он, типа, приглашал ее даже к себе, вот. Я не думаю, на самом деле, что что-то там было, потому что, ну, все-таки это человек, который работает в серии образования, и, ну, очень маловероятно, что-то бы произошло, да и она бы, я уверена, бы сразу об этом всем рассказала, потому что, ну, для нее это было бы вообще, там, просто лакомый кусок. Но, в целом, вот такая вот история про мою знакомую. Таких историй я знаю достаточно много, но конкретно со мной это никогда не случалось. Не знаю почему. Я, в принципе, вообще абсолютно невлюбчивая. Я, в принципе, не могу просто так взять и влюбиться в какого-то человека. Для меня это вообще за грани добра и зла и понимания. Но вот если мы говорим про 2D, то тут могу, да. Кстати, тоже расскажите, как у вас с этим дела. Вы когда-нибудь влюблялись с ваших учителей, преподов? Вообще, что из этого вышло? Мне прям риэл очень интересно будет узнать. Сегодня у нас, значит, по теме любви будет, да, с вами. Следующий вопрос. Была ли я влюблена в девушку? Ой, дорогие мои друзья, разговоры-то надолго, ну, ладно, так уж и быть расскажу. Но только вкратце, потому что об этом я могу говорить очень долго. Ну, типа, прям совсем долго. Потому что история максимально запутанная, длинная, стрёмная, странная. Короче, это прям... Это целая жизнь в этой истории. У меня были очень непонятные отношения с одной девочкой, которая являлась буквально моей копией. И мы были с ней настолько одинаковы вообще в плане всего, что это было даже стрёмно. Наша жизненная ситуация, наши взаимоотношения с родителями, наши увлечения, наши, в конце концов, внешность, рост, вес, то есть, вплоть до таких моментов. Наш цветотип. Мы с ней очень близко общались, абсолютно очень близко общались. И общались мы с ней постоянно, в формате 24 на 7. А когда мы не могли общаться, у нас была обоюдная истерика. Истерия там, я не знаю, я отправляла сообщение. Вот. И если она там не отвечала в течение нескольких секунд, там у меня начиналась истерика. Аналогичная история была у неё. И я помню, как было трудно, когда я училась в шкалке. И, например, там шкалка закончилась и шла к репетитору. И я постоянно держала в руках телефон, потому что я просто не могла остановиться от всего. Я почтительно отъехала от этих отношений, морально, психически, то есть как угодно. В общем, я даже не до конца понимала, что это какая-то там влюблённость. Я это поняла уже спустя несколько лет. И я никогда не забуду тот момент. Это было, наверное, просто вот последним, что вынесло мне мозг, перед тем, как я окончательно поехала головой. Я помню, мы с ней поссорились, и ссорились мы с ней постоянно. Чтобы понимали, со мной поссориться, это я не знаю, что должно произойти. Это абсолютно нереальная история. Потому что именно поссориться, вы знаете, войти в состояние ссоры со мной невозможно, если мы типа поссорились, то мне просто на человека становится максимально плевать. То есть настолько плевать, что он есть, что его нет. Я об этом человеке не думаю. И если меня не спрашивают, я реально просто даже не буду запариваться. Это ссора со мной. Но с ней мы ссорились постоянно, просто потому что невозможно было выдерживать этот уровень, когда ты постоянно с кем-то общаешься, так или иначе, по телефону или как угодно, и не сраться. Ну, просто невозможно. Потому что даже какие-то моменты, они очень сильно откладывали там впечатление. Я помню момент. Мы с ней поссорились перед сном. И я не могла заснуть. Вот вообще не могла заснуть. И было типа 3 часа ночи. И телефон у меня лежал на полке прикроватный. Я смотрела на этот телефон. Я просто рыдала. Не то чтобы я рыдала. Я вообще буквально умывалась слезами. У меня там был слезливый океан. И подушка вся была мокрая. Я просто смотрела на телефон. Такая, блин, напиши мне, напиши мне, напиши мне, напиши мне, напиши мне, напиши мне. И да, что вы думаете? Она мне написала. Ну вот, и, ну, потом мы начали тоже всю эту ситуацию обсуждать, я ей рассказала, она такая, я понимаю, типа, я все прекрасно понимаю, мы абсолютно стоили, и таких историй было много. Но однажды я помню, что мне приснился, типа, кошмар, это было ужасно, и в этом кошмаре она, типа, удаляет все свои социальные сети, и мы больше никогда не общаемся, ну, как бы, понимаете, да, что случилось? Она удалила один день все социальные сети после очередного нашего конфликта, достаточно такого, даже более глобального, который требовал или уже решения, или конца вот этой всей абгезивной фигни, вот, и она везде удалилась, и тяжело, короче, мне было. Я очень долго хранила все скриншоты наших переписок, и все, все, на свете, что могло бы нас вызывать, потом я их удалила, потому что, ну, типа, я поняла, что это же клиника какая-то, вот. Мы не общаемся с девочкой, не общаемся, я даже не уверена, что она жива, и тем более я не уверена, потому что, если она жива, что она знает, что я вообще блогером стала, я думаю, это люто было бы странно. По поводу того, что хотела бы я с ней встретиться, это, конечно, хотела бы, ну, блин, естественно, я бы хотела с ней встретиться, и вообще послушать, что, как она, в чем, уже без вот этой вот фигни, а просто как обычные знакомые, не более того. Когда общение прекратилось, мне было очень плохо, и у меня там пару раз мамка снимала с подоконника, вот, ну, да, мне просто было. Ну, абсолютно точно я знаю то, что таких отношений я бы никому не желала в этой жизни, в этой смерти, вообще нигде и никогда, потому что отношения должны приносить радость, а это херня какая-то была. Мне было плохо, когда вы вместе, мне было плохо, когда вы не вместе, но при этом все это было очень эмоционально и очень романтично, было очень странно. Типа, сейчас я бы таких отношений не потерпела бы даже в течение одного дня, а там это на несколько лет растянулось. Ну, родители, конечно же, не знали, никто ничего не знал. Даже мои близкие подруги, они ничего абсолютно про это не знали, знали только те, кто являются нашими общими знакомыми, ну, логично, вот, о том, что происходит какой-то шип. Глянем следующий вопрос. Не, ну, этого вопроса было слишком много, поэтому я на него отвечу. Кент шипережбаку с собой, лолкет. Ладно, шучу, нет, я с собой его не шиперю. С Киришем и шиперю, конечно. Но при этом я ко всем другим шипам отношусь абсолютно адекватно в абсолютно любом фандоме, поэтому шиперы, не шиперы, это без разницы, мне плевать. И меня не триггерят там какие-то арты с другими шипами, которые не являются моим любимым. Типа, ну, есть, есть, нет, нет. Как бы каждый обдыщ-обдыщ, каждый шип-шип, черебонька-черебонька, все такое делает по-своему. А кто-то вообще ничего не понял, ну и ладно. Во сколько лет был твой первый парень, с которым ты поцеловалась? Ну, это был не парень, это была девчуля. Мне, наверное, было лет 14, но это не точно. Может быть, было меньше, я не помню. Хотела бы покраситься под какую-то аниметян. Ну, даже не знаю, что и сказать, потому что мне нечего сказать, кроме слов, поэтому я просто наглядно покажу. Здравствуйте. Посмотрим дальше вопросы. У Моргенштерна в треке по су-си номера по су-си откуда? Окей, хорошо, допустим. Что у тебя с Машей, которая Марморис? Ха, лолкек. На самом деле мы очень хорошо общаемся. Прям вообще мы очень похожи по характеру, у нас очень похожие увлечения. У нас очень похожий какой-то, вот знаете, вот вайп по жизни. Мне с ней безумно комфортно. То есть это вот прям человек, с которым я в первого раза, когда познакомилась, сразу поняла, что мы, типа, точно сдружимся, мы точно сойдемся. И у нее это совершенно абсолютно аналогично, как и у меня было. И мы просто безумно классно постоянно проводим время. У нас очень много идей для коллабов. И несмотря на то, что она живет в Москве, ой, несмотря на то, что она живет в Питере, я живу в Москве, это абсолютно никак нам ни в чем не мешает. Еще мне нравится, у нее есть, вот знаете, свобода и легкость. То есть это тот человек, который спокойно там может, если он подумает о том, что хочет, там, не знаю, с кем-то встретиться, со своими друзьями в другом городе, он просто возьмет и приедет, он не будет там сидеть и думать, ой, а что мне, куда ехать, а что мне, как делать. И я вот таких вот людей, у которых есть колоссальная внутренняя свобода, свобода своего выбора, свобода действий, я их очень сильно люблю сразу, потому что это абсолютно мой стиль жизни. Именно так я стараюсь тоже сейчас в последнее время жить. Естественно, такие люди меня максимально привлекают. Ну а что до вот всякого такого контента? Ну, тут я оставлюся за кадром, не буду ничего говорить, ха-ха-ха. Да. Еще, знаете, вот бывают такие люди, я да уверена, что у вас такие в жизни были, но если еще не было, то у вас просто все впереди и не спешите никуда. С которыми у вас действительно очень много общих точек соприкосновения. Даже когда мы делали с ней ночной кастом, когда мы всю ночь вместе проторчали, у нас с ней какой-то вот ритм очень похожий. Например, я хочу поговорить, у нее тоже настроение поговорить, я хочу там позалипать, у нее есть настроение позалипать. В момент я подумала, что нужно было поставить какую-то музыку, потому что мы реально уже устали говорить на камеру, и просто хотелось делать что-то в тишине. Вот, она такая, ой, ну у меня типа странные песни в плейлисте. Я говорю, ну у меня тоже странные песни в плейлисте, она просто включает свой плейлист. И я понимаю, что там в Лу-Луке практически все то же самое, что есть у меня, с той лишь разницей, что в моем плейлисте был кей-поп, а в ее, по-моему, не было, ну или мы до него не дошли. В остальном просто все аналогично. Знаете, иногда так бывает, тебе что-то нравится, и твои знакомые перенимают то, что тебе нравится, и типа тоже делают твое увлечение своим. А есть люди, с которыми вы изначально не знаете о том, что у вас очень много общих увлечений, и вот Машка это тот самый случай. Потому что у нас оказалось гораздо больше общего, чем изначально, я уверена, и она, и я предполагали. И вот это вот я безумно тоже очень сильно люблю в людях, прям вот вообще. Поэтому я стараюсь иметь людей с разными абсолютно интересами, но при этом, чтобы эти интересы пересекались со мной в какой-то неожиданный момент. Вот. Я за быстро накрашу ресницы и к вам вернусь, потому что на следующий вопрос неудобно будет отвечать. И по этот вопрос про детей хочешь, ли ты детей. И да, именно этого вопроса было больше всего в моем инстаграме. Конечно же, я ни разу на него не отвечала. И еще раз, на него, конечно же, не отвечу. Мне, правда, очень интересно, без сарказма, без пост-иронии, почему всех так интересует вопрос, хочешь ли ты детей. Типа, я серьезно не понимаю. Я столько раз пыталась найти ответ на этот вопрос, но я не понимаю, почему всех это так сильно заводят. И почему любая фотография, где твой живот выглядит не вот так вот, а вот так вот, это у нас уже повод человеку написать в комментарии, что вау, поздравляю тебя, наконец-то у тебя будет малыш. Причем, это не только у меня, это абсолютно у всех знакомых моих тех же блогеров, публичных личностей, понимаете. Короче, нет, не хочу я детей, ребят, я не хочу детей. Относитесь к этому как угодно. Хорошо, плохо, нейтрально, но вообще по факту всем должно быть плевать, хочу я детей или не хочу. И на то есть очень много причин. Первая причина заключается в том, что я просто их не хочу. Я, например, не хочу сейчас есть стейк. Вот и ребенка я тоже не хочу. Да, наверное, ребенок с ранее со стейком это было люто, но как бы гумене-гумене. По факту я просто не хочу и никогда не хотела. Ни одного дня в моей жизни у меня не было мысли о том, что я хочу ребенка. У меня были мысли, что я хочу попугая, у меня были мысли, что я хочу рыбку, у меня были мысли, что я хочу, не знаю, какого-то экзотического животного даже. Да, такие мысли меня посещали, что я хочу. Но у меня ни разу за всю мою жизнь, даже когда я была ребенком, не было мысли, что я хочу детей. Даже когда я играла с девочками другими в куклы, то есть еще совсем когда была мелкая, даже тогда мне, в принципе, институт семьи не был интересен. У моих барби и братс никогда не было мужиков. У мужей я имела в виду, у них никогда, тем более, не было детей. Они всегда у меня были такие девчули свободные, самолюбивые и вообще и т.п. и т.д. И да, по поводу, там, не знаю, возможно у вас вопрос, типа, что делать с родителями. Конечно, мамка часто задает мне вопрос, типа, ну что, раньше задавала, как, когда мелкие. Я ей говорила, мам, типа, отвали. У нас разговор достаточно короткий, то есть я никому не позволяю вторгаться в мое личное пространство. Мне плевать там это, кто это, родители мои или родители не мои. Просто вопрос в том, насколько вежливо кому буду отвечать. Первый раз я могу ответить достаточно вежливо из серии, тебя это волнует. Второй раз достаточно агрессивно отвечу из серии, ну, прям агрессивно, не буду тестировать себя же. Поэтому ко мне никто не лезет. Я такой человек, если я что-то решила, я это сделаю, я никого не буду стать в известность. Если я что-то решила, я это делать не хочу, я просто не буду это делать. И опять-таки, я никогда никого не буду ставить в известность, ну, просто потому что это мое дело. И я не считаю свои гены каким-то супер выдающимся, которые обязательно надо передать будущему несчастному ребенку. Я не считаю, что я смогу вытащить этого ребенка и дать ему все то, что бы я, например, хотела, чтобы мне мои родители дали, когда я была мелкой. У меня вот этих вот моментов очень много И поэтому просто зачем? Ну, типа, знаете, если бы, например, моя жизненная ситуация была бы настолько плохая, что я бы понимала, что я не могу содержать кота, мне бы в голову никогда не пришло там о том, что мне нужен кот Или если я бы слишком часто путешествовала, понимала, что я могу дать там коту то, что коту нужно А ребенок человеческий, как бы, и кот — это вообще две разные вещи Поэтому вот коту я могу дать то, что я могу дать И как бы я понимаю, что мой кот живет очень счастливым котом Но вот ребенок мой бы точно счастливым бы не был Скорее всего, даже если бы он был 100% зная себя, я бы выбесилась на абсолютно любую какую-то непонятную никому фигню, ушла бы из семьи, и как бы ребенок бы жил бы один с отцом, и это было бы вообще ужасно отстойно. Я это про себя понимаю, мне хватает смелости это признать, это говорить, и, естественно, об этом знают все люди, которые меня окружают. Это не такая информация, что я типа в себе вскрываю, а потом такая типа, sorry, I'm a child free, no. Но при этом я не буду далеко забегать, возможно, до этого момента я никогда не хотела детей, а может завтра меня вплючит, и я захочу ребенка. Ну вот если вплючит, я обязательно с вами поделюсь, потому что я скрывать это точно не буду, я не понимаю культа скрывания, там, не знаю, того, что ты хочешь ребенка, или хочешь ребенка, или не хочешь ребенка, в этом я не вижу ничего хорошего ничего плохого. Поэтому я надеюсь, что ответила на ваш вопрос. Если вы после этого умудрились оскорбиться, блин, ребят, ну мне туда нечего сказать, кроме слов, надеюсь, что вы меня, мою позицию поняли. И надеюсь, тот факт, что, ну вот, не входит в число моих интересов ребенка, вас не смущает. При этом мне абсолютно плевать, кто хочет ребенка, или кто его не хочет. Если кто-то хочет, это неплохо и нехорошо, это как бы его выбор, и он несет за него ответственность. Я свой выбор сделала на сегодняшний момент, и я за него несу ответственность. Вот, такой вот макияж у меня легкий получился. Сейчас я хожу так, мне нравится. То, что моя челка выглядит так странно, мне тоже нравится. Ее можно, конечно, укладывать по-другому, но мне прям нравятся эти две пряди дурацкие. Всем спасибо за просмотр, а я пойду убираться, потому что теперь у меня в планах просто полностью вот здесь вот все разобрать и немножко изменить дизайн, так сказать, интерьеров и превратить его в менее складской вид. Всем спасибо за просмотр, и всем пока, до новых встреч!